Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, читатели. Снова с вами программа «Будьте здоровы!» Я ведущий Ткач Владимир. Сегодняшняя тема нашего разговора очень актуальна. Сейчас зима, холодно, очень много людей болеют, дети болеют, и эпидемия гриппа, и лор-заболеваний. В связи с этим у нас сегодня в гостях Асача Катерина Николаевна, ведущий специалист лор-клиники Валерия, а также децентр кафедры специальной психологии и медицины Национального педагогического университета имени Драгоманова, кандидат педагогических наук. Добрый день. Добрый день. Я уже сказал, что очень много сейчас заболеваний. Дети и взрослые болеют простудными заболеваниями. Ну, простудные заболевания, это такое, можно сказать, народное большее наименование, это заболевания специалисты, наверное, относят эти заболевания к направлению лор. Скажите, пожалуйста, какие заболевания на сегодняшний день, наиболее частые, с какими жалобами к вам обращаются дети и родители на заболеваемость лор-органом? Ну, чаще всего родители обращаются с такими жалобами, как насморки у детей, либо боль в ухе. Насморки – это такой вот обширный симптом, либо ринорея, ее называют, который встречается при различных заболеваниях. Начиная от острого ринита, аллергического ринита, аденоидита, ну, я думаю, что мы остановимся на более таком часто встречаемом и интересуемом вопросе родителей, это аденоидиты у детей. Стоит отметить, что именно дошкольный возраст отличается тем, что у детей идет именно очень активная работа лимфоидной ткани. Это аденоидных вегетаций, попроще бы сказать, нёбных миндалин и других, другой группы именно элитматической лимфоглодочной системы. Что касается аденоидной вегетации, они имеют способность у детей дошкольного возраста увеличиваться. И таким образом у детей нарушается носовое дыхание, они ходят с открытым ртом, то есть сформируется аденоидный тип лица у этих детей. Нижняя челюсть опущена, практически эти дети очень беспокойные, очень плохо спят, у них иногда наблюдаются энурезы. Что касается именно развития речи, здесь тоже есть свои проблемы. Наблюдаются именно нозализация звука, то есть дети говорят в нос, что очень беспокоит родителей. В дальнейшем, если очень часто у детей протекают аденоидиты, ну это отдельные симптомы тоже можно выделить, это повышение температуры, это назальные затеки, слизистогнойная отделяемая из носа. Если эти симптомы очень часто у детей наблюдаются, это может привести в дальнейшем к снижению слуха у детей. На что родители тоже очень часто обращают внимание. Если такое происходит, обязательно нужно обращаться к лор-специалистам. Потому что снижение слуха, как вы знаете, может влиять на то, что у детей будет плохо развиваться речь. Речь развивается с самого рождения у ребенка, с первым криком, затем происходит гуление, лепет у ребенка. Но стоит отметить, что у детей со сниженным слухом, либо глухих детей, тоже этот период происходит. Происходит период лепета и гуления. То есть это период, когда речь в год, например, вот ребенок должен уже знать 10 слов, в два года ребенок должен 200 слов знать. Потом уже идет именно полная фразовая розвиток молвания. То есть фразовое развитие речи у ребенка. Как раз вот эти состояния, снижение слуха и могут быть в дальнейшем тоже причиной того, что родители обращаются к специалистам, что ребенок не разговаривает. В каком возрасте нужно родителям обратить на это внимание, что ребенок не разговаривает и обращаться к прочему? Практически, как мы говорим, сейчас логопедическое сопровождение ребенка должно быть с периода новорожденности. Может быть, для вас это очень слышать как-то непривычно, но в принципе этот вопрос сейчас рассматривается так. Но зачастую родители обращаются к логопедам после двух, трех, а то и четырех с половиной лет. То есть это те возрастные периоды, о которых родители знают, но не о которых информируют их специалисты. Специалисты, как лорд, доктор, психологи, неврологи, логопеды, они рекомендуют обращаться к специалистам, чем раньше вы заметили проблему эту у своего ребенка. Поэтому это очень актуальная тема, на которую стоит обратить внимание, уважаемые родители, и своевременно обращаться к специалистам. Потому что сейчас обследование ребенка, обследование, лечение, реабилитация должна быть комплексной. Не должен только один специалист принимать участие в решении какой-либо проблемы. Скажите, пожалуйста, такой практический вопрос. Маленькая ребенка заболела горло. Родители услышали жалобу или увидели покраснение горла. Что делать нужно в первую очередь? Ну, в первую очередь, естественно, это нужно обратиться к специалистам. Либо это педиатры, либо это семейные доктора, либо это отоларингологи. Потому что боль в горле может быть различной идеологией, то есть причиной. То есть это могут быть вирусные инфекции, бактериальные инфекции. Самое неприятное, это могут быть инородные тела, именно ротоглотки. Опять-таки, отмечу, что дошкольный возраст отмечается тем, что дети очень любят себя познавать. Начиная с ротовой полости, носовой полости, уха. И поэтому это тоже есть одна из проблем того, что где-то родители не досмотрели. Либо это педагоги дошкольных, либо дошкольных учебных заведений. Поэтому, как вы спросили, вот боль в горле может быть также причиной инородного тела. Поэтому первое, родители, пожалуйста, обратитесь к специалистам, чтобы избежать неприятных последствий. Вы как раз затронули тему уже инородных тел. Хотел бы сказать, что в интернете очень много информации на эту тему, что находят в естественных полостях различные предметы. И сразу же такой вопрос. Ну, неотложные действия при попадании каких-то предметов в полости детей, например, горло, нос и что еще? Ну, прежде всего хочу отметить, что, честно, специалисты инородных тел всегда очень болятся. Почему? Потому что какой-то неправильный шаг ребенка, неправильное действие мамы может привести к тому, что это инородное тело из носовой полости либо ротовой полости попадает в дыхательные пути и могут быть очень неприятные последствия. Как родители могут заметить инородное тело, например, носовой полости? Как правило, дети засовывают в одну половину носиках инородное тело. И члены, которые... Ручка, ключ, мальчика, бусинки у родителей, все, что они ищут, машинки, пульки, все, что угодно. Кору, дуба, котики. Все возможные предметы, которые их интересуют, они могут ими воспользоваться. Что нужно родителям? Рассоцинять детям, не оставлять без контроля? Обязательно. Это обязательно условие, что родители, учителя, преподаватели должны объяснять детям и за этим внимательно следить. Как правило, это нарушается... Первое, это что? Нарушается дыхание одной половинки носика у ребенка. В дальнейшем присоединяется гнойное выделение из носика с неприятным запахом. То есть это родители уже должны для себя поставить на заметку, что обязательно нужно обратиться к лор-специалисту, а не лечить обычный насморк в домашних условиях, как часто это родители делают. Если же родители увидели сами непосредственно, что ребенок инородное тело себе засунул в полость носовую, вы немедленно должны обратиться к специалисту и, как я всегда говорю, вести этого ребенка как хрустальную вазу. Потому что любые неприятные движения непредвиденные могут привести к неплодоприятным последствиям. То, что касается инородных тел рота, глотки, это очень часто кости, рыбные косточки, это очень часто лавровый лист почему-то. Это те же предметы обихода, которые находятся у вас дома. Поэтому, если вы видите это инородное тело, попробуйте его нетравматическим путем извлечь. Если же у вас это не получается, требуется немедленная госпитализация ребенка. А вопрос латных палочек. Во всех магазинах продаются латные палочки. Они больше вредны, носят или пользуются, когда его пользуются? Категорично для маленьких детей против ушных палочек. Взрослые люди, пожалуйста, используйте, но очень аккуратно. Почему? Ничего против не имею брендов, которые делают эти палочки. Но дело в том, что очень часто именно это покрытие ватное, оно очень часто почему-то соскальзывает с этой пластиковой палочкой и происходит травматизация внешнего слухового хода. Если на этом останавливаемся, это очень хорошо. Но зачастую это идет и травматизация барабанной перепонки у детей. И дети не только в себе травмируют, они еще используют, ну не только чистят уши, они используют эти палочки еще с игровой целью. И последний опять-таки клинический случай был, когда ребенок смотрел мультик «Ширак». Да, вот есть мультики, у него такие вот большие уши. И ребенок взял эти две ушные палочки и засунул во внешние слуховые проходы. И при этом повернулся к маме и говорит «Мама, смотри» и хлопает себя по ушам. Естественно, ситуация требовала неотложной помощи, потому что травматизация была именно барабанной перепонки, задело и внутреннее ухо. К сожалению, такие ситуации очень часто бывают. Поэтому для детей, особенно родителей новорожденных, пожалуйста, используйте ватные спонжики, турундочки для туалета ушек у маленьких детей. У взрослых деток, если вы уверены, что вы хорошо зафиксируете ребенка, что ребенку не будет дискомфорта приносить, то, что вы производите ему туалет внешнего слухового хода, тогда используйте, пожалуйста, но очень осторожно. Спасибо. Это очень важный совет и своевременный, я думаю, для наших слушателей вы благодарны. Такой вопрос еще. Вы сказали, что развитие заболевания аденоидов влияет на задержку речи, на задержку развития речи. А как можно диагностировать аденоиды и симптомы, начинающиеся аденоидом детей? Как можно диагностировать? Диагностируют лорд-доктор. Повторюсь, что когда у ребенка частые аденоидиты, аденоидит – это воспаление лимфоидной ткани носоглотки. По новым параметрам и по новой классификации называют назофаренгит. Ну, мы остановимся на старой классификации, которую знают от родителей, которым больше это на слуху заболевание. Вот если ваш ребенок плохо дышит носиком, вы отмечаете, что ночные храпы у этого ребенка, вы отмечаете то, что ребенок открывает ротик. Это уже говорит о том, что плохо ребенок дышит носиком и какое-то препятствие носоглотки присутствует. Поэтому обязательно нужно обратиться к лор-специалисту. В дальнейшем эти состояния могут приводить к развитию секреторных отитов у детей. И в комплексе частые аденоидиты, секреторные отиты – это те состояния, которые приводят к задержке психофизического развития ребенка. Ребенок не успевает в дальнейшем в школе. Ребенок капризен, ребенок не слушает вас. И это все то, что требует обязательно обращения к лор-доктору. Какие методы существуют для диагностики этих состояний? Это обычный лор-осмотр. И более современные методы – это эндоскопическое исследование носоглотки, которое проводится и в нашей клинике тоже. Самый маленький ребенок – это был двухлетний ребенок, которому проводилось эндоскопическое исследование. Все зависит от того, насколько вы психологически подготовите ребенка. У меня детки не плачут. Вот насколько могу, провожу это исследование, потому что оно современное, оно достоверное. Как правило, родителям очень тоже интересно посмотреть на экране эти эндоскопические все структуры. И самое интересное, что ребенку тоже это очень интересно. Поэтому все зависит от родителей и от эмоционального состояния ребенка, насколько он будет подготовлен к этой процедуре. Это такое оборудование в клинике Валерия у вас. Да. В клинике Валерия. Много детей приводят к нам? В течение дня осмотров достаточно много, потому что вот сейчас, как вы изначально начали передачу, вы говорили, что сезонность, да, сейчас пик заболевания. Но и, к сожалению, ввиду экологических факторов, ввиду снижения иммунитета у детей, вот эти состояния, о которых мы с вами говорили, они прослеживаются практически у каждого второго-третьего ребенка. Скажите, пожалуйста, когда вы выявляете, и как часто вы выявляете показания, которые требуют оперативного вмешательства, то есть хирургического удаления аденоидов? Хочу отметить, что последняя тенденция – это органосбережение любого органа, лимфоидной ткани, как небных миндалин, так и носоглодочных. Но если есть состояние, которое приводит к тому, что у ребенка формируется именно состояние разрастания этой лимфоидной ткани, ну я не буду называть, какие там степени есть, но если, например, у ребенка формируется аденоидный тип лица, ребенок часто болеющий, то есть это как хронический очаг аденоидиты, аденоидной вегетации являются как хронический очаг инфекции, инфекция часто спускается в нижние дыхательные пути, у ребенка часто трахеиды, бронхиты, переход в пневмонию, и ежемесячно повторяются эти состояния, то есть это как хронический очаг инфекции. Следующее состояние – это то, что у ребенка идет снижение слуха, то есть секреторные адиты, либо частые, острые среднеогнойные адиты, которые повторяются очень часто, ведут к снижению слуха у ребенка, это естественно тоже одно из показаний к аденатомии, то есть удаление этих аденоидных вегетаций. Ну и также очень много и других причин, и параметров, по которым мы определяем, нужно у ребенка оперировать или нет. Сейчас существуют достаточно современные методы оперативных вмешательств, сейчас практически не используется местная анестезия, а только оперируют деток под эндотрахеальным наркозом. Детки находятся в отделении сутки и при благополучном течении послеоперационного периода детки благополучно с родителями выписываются из лечебного учреждения. Скажите, пожалуйста, какие последствия бывают у недолеченного заболевания и могут ли быть какие-то последствия после хирургического вмешательства? Последствия недолеченного заболевания – это переход в хроническую форму, это то, что для родителей очень интересно, нестабильность эмоционального состояния ребенка, из-за того, что ребенок постоянно ходит с открытым ртом, да, это гипоксия головного мозга, это в дальнейшем страдают когнитивные функции ребенка, это неуспеваемость в школе и одна цепочка за другой постепенно выстраивается. То есть однозначно решение может быть положительное, если есть вывод о том, что нужно оперативное вмешательство после обследования и другими докторами, и совета с родителями, то нужно делать оперативное вмешательство. Оперативное вмешательство. Ясно. Еще такой вопрос в виде ангины, фолликулярная ангина, опасность этого бактериального заболевания для детей, ну и как уберечься, как вылечиться, как уберечься? Ангины – это достаточно часто распространенное инфекционное заболевание. Ангины есть различные, как вы сказали по классификации, фолликулярные, лакунарные, катаральные, некротические, всевозможные ангины есть. Основные симптомы, с которыми родители обращаются, детки на что обращают внимание – это повышение температуры тела и боль в горле. Не всегда в первые дни заболевания будут видны налеты на миндаль. Как правило, это повышение температуры тела, ребенок капризный, ребенок отказывается от еды. Чем меньше ребенок по возрасту, тем тяжелее протекает данное заболевание. В данном случае самолечением не рекомендую заниматься, потому что очень много осложнений после перенесенной ангины. Это и абсцессы парахарингеальные, паратонзилярные абсцессы, вплоть и до летальных исходов могут наблюдаться после вот этих состояний. И поэтому, родители, пожалуйста, убедительная просьба обращаться к лор-специалистам. По возможности, если что-то рядом, инфекционное отделение, потому что это инфекционное заболевание. И это заболевание, которое требует стационарного лечения и постельного режима. И с обязательным приемом антибактериальных средств, то есть антибиотиков. Антибиотики назначает только врач и определяет время, срок, дозировку. Для каждого ребенка это высчитывается по килограммам обязательно, поэтому это только определяет доктор. Еще назначается какая-то терапия? Еще симптоматическая терапия, естественно, для облегчения общего состояния ребенка. Ну и плюс для возобновления микрофлоры. Но возобновление микрофлоры и кишечника, об этом не стоит забывать. Педиатры всегда на этом делают акцент, поэтому об этом не стоит забывать. Еще такой вопрос. Носовые кровотечения. Причины, факторы, вызывающие их, бывают очень разные. Какие неотложные действия при носовых кровотечениях, но и особенно у детей, естественно? Ну, остановлюсь чуть-чуть на причинах. Их немного, но основные, с которыми родители очень часто сталкиваются. Это, естественно, травматическое повреждение носика у ребенка. Это инородные тела. И, как правило, детки после перенесенных ринитов имеют свойство ковыряться в носу. И таким образом травмируют сосудики. Первая помощь какая должна быть? Если у вас под рукой есть перекись водорода, вата, вы делаете специальные турундочки, смоченные перекисью, и вставляете в общие носовые ходы. И при этом обязательно придавливаете крыло носа к перегородке. Я вам встречный вопрос задам. Вы тоже когда-то студентом были. Я думаю, что неотложную медицинскую помощь всегда тоже проходили. Как должна быть наклонена голова у ребенка при носовом кровотечении и у взрослого? Куда мы наклоняем? Ну, как правило, все говорят и советуют наклонить назад. Но я думаю, что это неправильно. Голову нужно держать или прямо, или даже вниз. Правильно. Голову наклоняем вниз, чтобы ребенок не заглатывал кровь в желудок, и потом в дальнейшем не было позывов к кровоте. Поэтому голова обязательно вперед, вниз наклонена. И если есть возможность холод, холод в области переносицы можно тоже. Это очень хороший вопрос, потому что в быту мы наблюдаем совершенно противоположное. Когда люди закрывают пальцами себе нос, чтобы не запачкать одежду, и таким образом голова прокидывается назад, и таким образом наносит себе еще больше век, потому что кровь попадает внутрь. И я думаю, что это значительно хуже, чем было бы при таком совете, как Вы сказали. Ну, как правило, родителям не стоит этих состояний бояться. Это кровотечение не длительное. Если Вы видите, что кровотечение не останавливается, и Вас это пугает, стоит обратиться за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение, которое есть после Вас. Либо вызвать скорую помощь в клинике Валере, которая всегда Вам помогает. Тем более, что могут быть и другие факторы, и травмирующего характера, и те же народные тела. Поэтому нужно исключить и эти факторы. Не пользоваться только ватными тампончиками или палочками. Вопрос такой еще. Заболевание уха. Наружного, среднего, внутреннего. Наверное, наиболее актуально для лора это заболевание внутреннего уха, гнойные отиты, симптомы, диагностика, лечение. И как избежать таких заболеваний? Ну, я Вас чуть-чуть поправлю. Не внутреннего уха, а среднего. Среднего. Да, да. Среднего уха. Ну, это частое заболевание, которое у деток и у взрослых присутствует. Причины разнообразные. Основной симптом – это первая бессонная ночь ребенка. Как правило, иногда без повышения температуры. Либо температура субфибрильная на начальных стадиях. Но первая бессонная ночь – это говорит о том, уважаемые родители, что Вам необходимо обратиться к лор-врачу на прием. Потому что последствия отита очень чреваты. Головной мозг очень близко расположен к среднему уху. Поэтому осложнения могут быть всевозможные. Всегда мы говорим, лучший случай, когда гной прорывает во внешний слуховой проход, и он выходит. Худший случай, когда гной может попасть в структуру головного мозга. И последствия будут не очень приятными. Какие еще могут наблюдаться симптомы? Это повышение температуры. Это если маленький ребенок отказывается от груди. Это один из симптомов, на которые нужно обратить внимание родителям, у которых новорожденные детки и мама кормят грудью. Он сразу, в первые часы, ребенок отказывается от груди. Ребенок будет запрокидывать голову, будет кричать. У него могут быть также какие-то симптомы, которые вас тоже будут настораживать, которые не присутствовали до этого у ребенка. Но, как правило, малыши не говорят о своих болях, которые присутствуют у них в этих симптомах. Они это как-то выражают. Крик, плач, беспокойство. Это что касается маленьких деток. Детки, которые до школьного возраста, они вам скажут, что у них болит ушко. И поэтому вы стараетесь обратиться чем быстрее на прием к специалисту. Спасибо. Ну что, дорогие слушатели, вопрос лорзаболеваний обширный. Я думаю, что рамки нашей передачи не позволяют обсудить все вопросы. Но некоторые вопросы актуальные и, надеемся, интересные для вас мы обсудили. Получили ответы от нашей гости Асачи Татьяны Николаевны, врача высшей категории, лор-специалиста клиники и Валерия. За что мы вам очень благодарны, Татьяна Николаевна. И если у слушателей будут вопросы, я думаю, что они будут писать, обращаться. И мы продолжим эту беседу на наиболее актуальные темы. Вам спасибо большое. Спасибо нашим слушателям. С вами была передача «Будьте здоровы» и я, ведущий Владимир Ткач. До новых встреч.